В пятницу, 19 марта 2010 года, привычный распорядок работы концертного зала Мариинского театра был явно нарушен. Что происходит? Обратились мы с вопросом к народному артисту России, баритону Василию Гирелло. Мы сегодня встречаем нашу знаменитую команду, две команды. Самое, что не есть, это Зенит, наш великий Зенит, который действительно я болею, за который я радую. Конечно, все болельщики, все счастливы, что сегодня можно встретиться и с новым нашим тренером Зенита, и с замечательными моими друзьями, футболистами, великой команды Зенит. Зенит – чемпион. И правда, в этот день зал, который в мировой прессе называют музыкальной меккой, превратился в мекку футбольную. Безусловно, в обычной жизни болельщики составляют как минимум добрую половину коллектива сотрудников театра. Но на этот раз все было полностью в распоряжении фанатов петербургской команды «Зенит», пришедших на встречу со своими кумирами. Выставка, развернутая в фойе, знакомилась с историей фанатского движения. Рядом шло активное голосование за новой эскиз талисмана команды. А в холле второго этажа проходила викторина, участники которой должны были продемонстрировать глубокие познания теории и истории футбола. Викторину сменил аукцион, на который были выставлены личные вещи легендарных зенитовцев. Футболки, враторские перчатки, бутсы. Все собранные средства были переданы в научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Турнера. Пять! Пять тысяч! Это уже не первый аукцион, который проходил сегодня в нашу пользу. И я, конечно, выражаю большую благодарность и признательность тем болельщикам, которые внесли средства на счет института, так сказать, и для блага детей, которые лежат в нашем институте. И выражаю большую благодарность учредителям аукциона, то есть руководству клуба «Зенит». Алексей Георгиевич Бандурашвили, наш директор, любит повторять такую фразу, что у победителей раны заживают быстрее. И вот, пользуясь случаем, я хочу пожелать футболистам «Зенита» больше побед. И, естественно, их травмы и их раны будут заживать быстрее. А сами-то вы болеете? Я еще помню, как играли Станислав Завидонов, Лев Бурчалкин, это 50-60-е годы, это Анатолий Зинченко, Василий Данилов. На смену тем легендарным футболистам пришли новые поколения, новые звезды и звездочки. И когда гостей пригласили занять места в зале, президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко вручил золотые медали победителей прошлогоднего чемпионата России игрокам молодежной команды. А затем пришла очередь основного состава получить свои, увы, на этот раз только бронзовые награды. Собравшимся представили новых игроков, пришедших в клуб с началом сезона. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ А затем последовал разговор болельщиков с командой, в ходе которого задавались самые разные вопросы. Например, такие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Время, отведенное навстречу, пролетело очень быстро. Конечно, было досадно, что не присутствовал в зале самый главный знаток футбола Муринского театра, его художественный руководитель Валерий Гиргиев, находившийся вместе с коллективом на гастролях в Соединенных Штатах. Однако и в отсутствие лидера команда театра приобрела в этот вечер как минимум еще одного собственного фаната. Конечно, если у меня будет премия, возможности, я приду сюда насладиться каким-нибудь прекрасным спектаклем, какие-то прекрасные представления. Мы будем очень рады. Я принимаю это как официальное приглашение и с большим удовольствием приду сюда, чтобы аплодировать артистам, которые здесь выступают, потому что абсолютно точно это исполнители самого высокого уровня.